С каким потенциалом отдел полиции начинает новый год? Это плюс 25% к прошлому году, раскрыто 166, плюс 7, не раскрыто, не осталось 198, минус 11. Всего раскрывание составило 45,6% по этому виду преступлений, плюс 2,4% к прошлому году. Как обычно, это в первую очередь, наверное, и более массовое, это дачная миссия. Это, как ни странно, опять телефоны, свободный доступ в основной массе, где-то кафе, где-то дом распевали, потом уснул, проснулся, нет ничего, то есть вот в таком духе. Ну и, так скажем, квартирных краш, если так говорить, было зарисовано 30 краш в прошлом году, ну в 15-м году, и это минус 20 к 2014 году. Грабежей было всего за год 8, это осталось на уровне, скажем, прошлого года, раскрыто 8, плюс 4 тоже к прошлому году, одно осталось, преступление не раскрыто, раскрывание 88,9%. Наркоманы, всего было нами выявлено фактов 64 за год, минус 7 к прошлому году, раскрытыми у нас получилось 40 преступлений, это минус 11 к прошлому году. Граждане звонят на телефон доверия, сообщают? Звонят, но не сказал бы, что было очень активно, очень как-то редко, значит, есть хорошие звонки, есть хорошая информация о гражданах, поступают на проверяемые, действительно, в ходе проверки находят подтверждение. Разбой был, было всего два разбоя, и они все раскрыты. Деньги хочу остановиться именно на вот этом обиде мошенничества по поводу банковских карт, где, значит, ситуации какие? Ну, я уже говорил, значит, покупка автомобиля, это один из видов мошенничества, где человек видит дешевое объявление в интернете и хочет купить автомобиль, соответственно, ему говорят о том, что надо перевести задаток, и тогда можно завтра приехать, посмотреть машину и, соответственно, ее приобрести. Когда она снимается с продажи, ну, люди у нас доверчивые, соответственно, переводят деньги, указанную сумму, там, в районе от 20 и до 300-400 тысяч. Вот такие переводы, такие задатки у нас имеют место быть. Соответственно, конечно, на совещение люди приезжают, не дозвонятся, и человек, машину, соответственно, тоже никто в глаза не видит. Это одно, значит, теперь. Люди подают объявления, в том числе и в интернет, по продаже любого имущества, в том числе, опять же, той же машины. Но в основной массе там имущество какое-то определенное продают. Тут же, через пару дней, звонит покупатель, якобы, и говорит, что меня заинтересовала ваша вещь, я ее приобретаю. Значит, дайте мне номер карты, и, соответственно, сразу же с номером карты еще на обороте есть четырехзначный код, значит, и его тоже продиктуете. Я тогда вам перечисляю деньги, значит, там половину, и сразу всю сумму. И приезжаю, мы там договариваемся, значит, вы мне отдаете вещи, или я приеду там в Кингисеппо, когда человек узнает, что житель Кингисеппа. То есть человек, соответственно, на радостях отдает все пин-коды эти нового, я им говорю, не пин-коды, но номер карты, и наоборот, вот этот вот номер, значит, той же карты. И потом удивляется, а куда деньги делят? Два, три, четыре. Да, вот как именно телефонное мошенничество, на сегодняшний день это с банковскими картами, с этими переводами. И за раскрытым осталось? На раскрытым осталось исчезновение гражданки в 12 лет. На сегодняшний день было 19 лет на момент исчезновения. На сегодняшний день ни рожданки, ни следов пока у нас нет. То есть нельзя сказать, что это убийство, просто оно? Мы не говорим конкретно, но как по факту, значит, по исчезновению, у нас уголовное дело по 105-й статье. А что там были какие-то героические поступки в прошлом году? По горячим следам, как это нам говорится, на повороте 1 мая на пешеходном переходе был сбит человек, мужчина. Это буквально был декабрь месяц. Ну и, соответственно, машина скрылась. И проведенным мероприятиями уже был задержан виновник ДТП на ОДИ-80, уже пытался скрыться в Эстонии. То есть уже нашу российскую границу пересек, то есть документы сдал и получил на выезд из России, и там уже был задержан. То есть установлена быстрая машина была, и проведенное мероприятие на машину была задержана вместе с владельцем. Я бы хотел, конечно, еще раз обратиться, потому как ряд совершенных преступлений в отношении граждан, это, конечно, в первую очередь доверие, наверное, наших граждан. Это и про те же, опять, мошенничество, и про кражи в том числе, потому что кража, она ведь тоже бывает спровоцирована владельцем, да, и тут от этого тоже никуда не денешься. Поэтому, наверное, поменьше доверия к неизвестным людям, которые звонят, которые там о чем-то говорят, которые приходят и говорят о том, что мы там по обмену денег, вам причитается какая-то энная сумма, надо перечислить куда-то что-то. То есть меньше доверия стурить голову при продаже телеимущества, и не думать, что просто не видя чего-то, значит, люди просто, наверное, на сегодняшний день готовы отдать свои деньги. Имеется рабочий некомплект подразделениях, подразделениях ГАИ, вот, выйти, значит, в разделение идет набор, люди принимаются, в настоящий момент есть кандидаты, работа с ними ведется, ну, к сожалению или к счастью, да, то есть сейчас, как бы, значит, подбор кандидатов, он теперь проходит достаточно сложно, то есть проверяются полностью физические, моральные данные, вот. Поэтому, если есть желание, все, кто готов, и это себя, молодые люди, все, кто видит себя сотрудниками полиции, и имеют для этого достаточно здоровья, образование и понимают, куда они идут, просто мы ждем приходить. Прямо именно суть. Что мы адекватно оцениваем ситуацию, оперативную установку и нашу, в общем-то, работу, и понятно, что говорить о том, что мы молодцы и совсем там лаптик вверху и больше работать не будем, такого нет, потому что мы понимаем, что это за каждым нераскрытым преступлением, и граждане наши, судьбы там, людей и так далее, и так далее, и, соответственно, каждому бы хотелось, чтобы мы все раскрыли. То есть, ну, не все, но, по крайней мере, каждому хочется, чтобы вот именно его кражу или там другое преступление, конечно, чтобы мы раскрыли. Соответственно, мы понимаем, что не может утрудотворять граждан раскрываемость, допустим, те же 68,4%, а надо, чтобы она была значительно выше, тогда и, соответственно, раскрытых преступлений будет выше. Поэтому мы понимаем прекрасно, что работать и работать еще многое.